Девушки отдыхают 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 Я поставил бы сначала, что металл будет за ними, дальше ДЦ на артов хеликоптер, ну и вторая, точнее третья карта это песчанка тоже за артов хеликоптер. Но возможно, возможно на песчанке что-то придумают, если дотянут стронгвайлды, поэтому нужно здесь конечно выкладываться на 200 тысяч долларов в процент. Ну поехали, на живой раунд и мы начинаем ставки. Так, ставки полетели, а мы с вами сейчас посмотрим за кем же все-таки будет право выбора стороны. И кто же у нас все-таки выберет лучшую сторону для начала, сейчас узнаем. Ну вообще насчет ставок, вот лично от себя, я бы поставил то, что здесь команда стронгвайл, да, если вот они берут мид, то у них есть все шансы еще и на ДЦ. Потому что на ДЦ мы тоже их не раз видели, и парни там также показывали неплохое противостояние. Да, где-то пропускали позиции, да, где-то были фейлы, но у них было время на то, чтобы их исправить. Так что ДЦ также может отправиться в копилку команды стронгвайлд, но пока что на мидтауне здесь у нас... Ага, еще и Герман рубится, смотрите, ножер. О, а у него длинный нож, у него длинный нож, это бан, пешка улетает в бан. Вот так вот нелепо дойти до легендарочки и забаниться. Ну ладно, ладно, давайте смотреть, какую сторону все-таки будут выбирать артов-хеликоптеры. По ходу дела это стей, вообще никаких изменений у нас не будет. Ну что ж, хорошо, хорошо, стей так стей. Давайте посмотрим, как сейчас стронгвайлд будут строить свою атаку. Но, мне кажется, здесь мы с вами увидим опять пассив, какие-то попытки раскачивания своего соперника. Парни постоянно будут напрягать каждую из позиций и, в соответствии, потом перетягиваться. Ну посмотрим, в последний раз они играли в атаке именно так, может быть, сейчас они выберут какой-то другой стиль игры. Будут, может быть, фастом рашить просто позиции асайта, там, лонг плюс цк, допустим, или просто фастом лонг зайдут. Посмотрим, посмотрим, поехали. Ну что, дорогие друзья, ставки приняты, ставок больше нету. Ну и первый раунд, мидтаун, ну и сейчас стронгвайлд в атаке попробует что-то придумать. Ну и, конечно же, задача артов-хеликоптера просто не допустить установки бомбы, ну и как можно меньше погибать. Ну, надеюсь, стронгвайлд подошли к этой встрече с полной моральной поддержкой своих болельщиков, ну и сами себя, я думаю, настроили тоже. Но, соответственно, поехали. Кайл уже вместе с пельмешкой Дэниэлем рвутся под позицию винки, и там Фрид начинает нашивать. И у Фридоса проблема, минус Фрид моментально. Заход на винку обеспечен, и кто не вечен, нож в печень. Вот так. Но здесь Даззл, в принципе, попытался как-то засевить позиции Б-плейнта, но Вариан моментально увольняет его, отпушаясь в размен Дэниэль. Дэниэль опять в деле со своими уашками, есть от него даблкилл в этом раунде, и лапа остается в соло. Один против четверых. Ну что ж, здесь довольно активный раунд. Первый раунд от команды стронгвайлд показались себя неплохо. Но смогут ли отыграть следующий раунд в том же духе, пока что неизвестно. Вариан также лепит пачку по лапе. Это 1-0 в пользу команды стронгвайлд. Так, ну, начало более чем классное. Более чем многообещающее от команды стронгвайлд. Но теперь по ЦК, видимо, будут заходить. И там будет, кстати, принимать у нас лапа. Давайте за ним посмотрим. У лапы сейчас будут большие проблемы. Хотя он вместе с Даззлом принимает очень даже неплохо. Моментальные два минуса. Но Даззла разменяли. На тому же Изиз Антон приходит. Но на кураже хотели сыграть стронгвайлды. Но здесь были к этому просто-напросто готовы вертолеты. Но, в принципе, здесь довольно неправильно была выбрана позиция. То есть там стояли уашки. Узкое пространство для захода. Дуалы в упоре. Это как минимум минус 50% атакующих. Но посмотрим. Может быть, Вариан у нас поставит какие-то чудеса сейчас. И минусанет четверых своих соперников. Есть информация по центральному кафе. Скорее всего, будет уходить на лонг. Но Зишка стягивает на себя внимание. И пошла перестрелка на четверке. Ну, Зишка просто пошел уже под эту гранату догонять своего оппонента. В принципе, довольно уверенный раунд от командарта в холикоптер. Но сейчас, я думаю, уже ко всем фастам вертолеты будут готовы. А если бы стронгвайлд были чуть поопытнее, они бы, я думаю, понимали бы, что такой раунд делать сразу же не стоит. Нужно уже так более спокойно отыгрывать. Потому что вертолеты ждали. Вертолеты действительно ждали. Поэтому сразу вдвоем встали в центральное кафе. Ну и сейчас уже более-менее размеренный темп игры. От команды стронгвайлд. Там Кайл, Вариан, Фельмешка на длине. Ну и Даззл, кстати, очень агрессивно себя ведет. Ну и Зишка опенфраг оформляет на семерке. И лишаются одного из своих бомбардиров. Команда стронгвайлд. Там уже под альфой начинается экшен. Пуш сейчас будет принимать под ПТР сразу двоих оппонентов. Но Пушу здесь самому бы не убереть. Но пока что 91% здоровья. Даззл на подхвате с уашками в упоре. Так что посмотрим. Пельмешка проспал свой шанс. Минус со мной двойку. Все-таки пропрыжка была довольно неплохая. Но далее парня спугнули. А Джилл СК есть минус. Пуш моментальной разменой. И тем временем проходится Б-сайт. Здесь Зишка на сейве. 28% здоровья у него в руках. Уашки парные. Но сейчас вроде как отпускается Б-сайт. Он не то чтобы даже отпускается. Они просто решили сбавить видимо темп. Возможно просто хотят сыграть на таймер. То есть сыграть какой-то фейк возможно где-то сейчас. На самом деле можно было бы откинуть смоки по длину. Постреляться по ЦК. Уйти на 7. Показаться и сразу же уйти по длину. Можно было бы попробовать развести. Потому что там Даззл в упоре принимает. Ну вот Пуш. Оформляет минус по длину. Это минус GLSK. Ну и Даззл там также включается. И последний вариант. К сожалению здесь для него тоже песенка скорее всего спета. Но здесь по одному. По одному начинают сливаться ребята. Это не самый лучший стиль игры парни. По одному выходить. Это конечно самоубийственно. Но вариант пока что жив. И в принципе против него выступает Зишка. Он редовый Пуш. Также поймал по себе демеджа. И Лапа. 57% здоровья. И вариант 51 хп. Если сейчас увольняет двух самых фуловых так сказать игроков. Командартов Хеликоптер. Тогда у него не будет никаких проблем. Но 19 хп. И здесь в центральном кафе его опять же увольняют. Ну в принципе довольно закономерный счет. Пока что на табло 2-1. Ну Strong Wild нужно на самом деле сейчас нащупать какую-то свою игру. Пока что не видно общего рисунка. Их заготовок игры. Но все-таки видно да. Что хотят агрессивно. Хотят стреляться. То есть парни наполнены энтузиазмом. Мы просто рвенем к победе. Но вот Кайло пробухает уже в длину. Но сейчас его забирает Даззл. И здесь уже конечно в упоре будут принимать. И Варян здесь будет бессилен. Пельмешка погибает. Варян сейчас тоже погибнет скорее всего. Да, Варян 56 хп. Но это забей. Это забей. Но вот по дому играют. Но сейчас хорошие размены под Альфой и по центральном кафе. Там и Даззла могут сейчас забрать. Это 2 в 2 моментальная ситуация. И хороший шанс для Strong Wild. Но если сейчас правильно сыграют на удержание таймера фугаса. То в принципе никаких проблем у них не будет. Но давайте смотреть. Даниэль уходит под двойку. Тем временем GLSK закрывает за собой выход с КТ спауна. И здесь же Зишка уже работает через арку. Попытается пройти лонг. Но прекрасно понимает где находятся соперники. Уже спалил свое местоположение. И пошла перетяжка. Сейчас будут просто закрываться. Боится команда Strong Wild. И не давать дефать бомбу. Но здесь у Ашки парные в деле. Но в принципе GLSK это вообще никак не пугает. И есть от него минус. И как результат 2 в 2. Неплохо разыграли. И кстати что примечательная ситуация была на карте 5 в 2. В пользу команды артов хеликоптера. Альфу моментально GLSK там просто распотрошил. Зашел еще у нас Даниэль в ЦК. И просто все по красоте сделали парни вдвоем. Но опять же опен фраг за команды артов хеликоптер. Не могут пока что Strong Wild похвастаться именно этими энтри фрагами. Пока что где-то около 2 рядом. Но Даззл здесь еще одного забирает GLSK. А вот здесь у Лапы есть уже снайперская винтовочка в ЦК. Поэтому это будет опасно. Но пока 3 в 4. Можно довольно работать с таким результатом сейчас. Ну и пошла работа под Альфой. Там Зишка будет принимать. Но Зишка уже оформляет минус по Даниэлю. Далее Аркадий позиции длины. Там отыгрывает у нас Варян. По пельмешке также залетел летальный демо. 6% здоровья. Но с этими ХП он явно не игрок. Зишка срезает его моментально на позициях длины. От Варяна есть минус. Но Варяна опять 1 против 3. Придется отдуваться за весь свой коллектив. Но посмотрим как отыграет. На этот раз уходит под позиции 7. А Б-сайт у нас полностью открыт. Сейчас для Варяна. Заходи без проблем. Но спалил. Спалил себя Хаешкой. Фрит уже готовится перетягиваться под позиции Б-сайта. Лапа также на КТ-спауне находится. И в соответствии Свина Варяна уже не выпустят. 3-2. Да. Ну и тем более Фридос на такой убойной позиции. И абсолютно. Абсолютно всегда очень жестко отыгрывает. И как правило не прощает своих соперников. Но 3-2. Счет игровой. Счет в принципе очень. Даже устраивает пока что команду Strong Quest. Главное здесь не отпускать в огромный отрыв вертолетов. Потому что будет все плохо. Но это выход под Альфу будет. Но фейк под Б делается. Ну и сейчас Альфа уже будет постепенно выходить. Но опять же. Да смотри. То есть сразу двое погибло. И сместились все вертолеты. И Альфа полностью свободна. Но немножко раньше Strong Wild нужно было занимать эти позиции. Но посмотрим. Будет поставлена бомба. 3-5. Вертолеты по сути должны здесь выбивать без проблем. Но если честно. Я этого мува немного не понял. Да. Они попытались раскачаться. Да. Они открыли Альфу. Но они запустили двоих. Довольно неплохих. И я бы сказал первоклассных стрелков своей команды. Просто на убой. Они потеряли и GLSK и Даниэля разом. Сейчас Кайл и Пельмешка будут отыгрывать вдвоем против пятерых. Да. От Кайла есть минус. Даже даблкил. Но у него 4 хп. И он один против троих. Здесь явно шансов никаких нету. Но не знаю. Не знаю. А я тебе объясню в чем была задумка. Бомба деактивирована. Они запускали Даниэля и GLSK. С той целью чтобы они там наводили очень много шороха. Они просто погибли сразу. Без какой-либо борьбы. То есть акцент на этой стратегии был на том, что как бы в винки парни стреляются. Возможно делают какие-то минуса. И стягивают на себя очень много внимания. То есть они внимание стянули. Но они погибли сразу. И то есть толком не дав никакого отпора. То есть нужно было держаться там дольше. Жить. Стараться делать минуса. Хотя бы один минус нужно было сделать. Но одному тоже не хватило. Парням. До этого фрага. Ну посмотрим. Это я понял. То что они хотели стянуть в вектор внимания своего соперника. Именно под позиции Б-сайта. Я не понял почему они отправили туда двоих первоклассных стрелков своей команды. То есть можно было отправить ребят. Которые играют постоянно где-то закрывающих. Которые не открывают позиции. Они бы точно так же могли наводить шороха. Без каких-либо проблем. Но тем не менее они потеряли двоих стрелков. Мне кажется если бы Джелл СК и Даниэль еще оставались живы. То они бы разыграли как-то ситуацию под Альфой. По другому. Я здесь немножко с тобой не согласен. В том плане что вот ты говоришь. Да. Они отправляют двух лучших игроков. Значит как раз таки на них и был акцент. Что они должны были делать фраги. А не только. То есть ты думаешь чтобы они открыли БСА. Там минусанули одного-два их. А потом. При этом еще. Да. Еще при этом жили. Чтобы те зашли в Альфу. То есть ну. Не зашло. Просто у ребят не зашло. На самом деле. Я бы им посоветовал попробовать еще раз такую стратегию. Но я думаю сейчас вертолеты так прям сильно уже не поведутся на это. Но уже более знаешь так пассивно чтобы они играли и не летели. То есть они сразу же залетели в вино. Они прямо в открытую в вине стрелялись. Они просто наводили шороха. Вот сейчас если они попытаются сделать то возможно да. Возможно да. У них это должно получиться. Но вот мы сейчас наблюдаем сверху то что трое бойцов команды Strong Wild направляется под позиции Б сайта. Но здесь от Зишки даблкил и от пельмешки есть минус. Да и уже 3-3. В принципе неплохо. Сейчас Strong Wild на подступах к бете разобрались. Но нужно ставить бомбу. Вариант сейчас уже проходит. Он думает что скорее всего на широкой кто-то еще есть. Нет все видит что на широкой никого нет. Идет установка бомбы. Но очень красный пельмешка. Ой хаеш как сильно задевает и лапы здесь уже на широкой. Бомба была установлена. Но вариант погибает моментально. GLSK с пельмешкой 2-3. 1-3 и GLSK здесь просто без шансов погибает. 6-2. Ну вот и посыпались Strong Wild. Не смогли все-таки нащупать эту самую нить игры в атаке. Но если 6-3 закончат на первой половине. Мне кажется на смене сторон еще будет какой-то камбэк. Все-таки в обороне они уже показали себя неоднократно. Причем с лучшей стороны. Все мы с вами помним этот эйс от GLSK. Это был экшен. Как он зашел под позиции Б-сайта. Пятерых положил по головам. Еще и успел дефнуть бомбу. Но здесь фаст под позиции альфа. От китхае под двойку. От кайла есть минус. Дазл и пуш. Моментальные размены. Но там Даниэль оформляет даблкил. И Фрит с Зишкой остаются вдвоем против троих. И фугас уже устанавливается. Бомба была установлена. Бомба была установлена. 3 в 2. В принципе реально тоже сейчас команде артов коллекоптера выбить эту бомбу. Зишка так делает уже опен фраг. При этом выбивании. Пельмешка тоже погибает. Ну и GLSK в соло. Да ладно. Ну здесь видишь. Здесь просто уже все. Ну ребята действительно. Раз. Ли. И лис. Здесь все было сделано классно. Но все таки опыта не хватает. Ну 7-2. 7-2. С такого счета я вообще не знаю вернуться ли в игру бойцы команды Strong Wild. Мне кажется нет. Уже эту карту надо будет просто отпускать. И я не вижу смысла здесь как-то нереально камбетчить. И выкладывать из себя все силы на 100%. На деловом центре да. Деловой центр. Там надо будет вспотеть прям нереально жестко. И далее уже переходить на буря в пустыне. Кстати буря в пустыне это тоже довольно таки можно сказать козырная карта. По крайней мере была. У команды Strong Wild. Я их еще помню на этой карте. В элитном дивизионе. В боевом. Показывали себя неплохо. Но если сейчас отдадут эту. Выложиться на 100% на DC. И далее перейдут к буре. Возможно еще как-то возьмут победу. Но посмотрим. Герман подальше микрофон дышишь. Ой простите. Так ну и все таки да. Карта песчанка здесь во многом может стать не стандартной. Как для одних так для вторых. Потому что она в принципе является сигнатурной как у вертолетов. Так и Strong Wild. В это время у нас Кэл оформляет open frag. Забирает у нас фридосика. И сейчас команде вертолет предстоит отыгрывать четвером. Но посмотрим как будут разыгрывать эту ситуацию. Даззл и Зишка под семеркой. Лапа пока что контролит. Теспау. Ну и Пуш смотрит поджим в длине. Но посмотрим. Видимо аспект делается именно как раз таки на семерку. Фрида потеряли. Это мне кажется просто ну не то что нереальная ошибка. Но тем не менее большая потеря для команды Art of Helicopter. Фрид очень хорошо открывает позиции. Но здесь Пуш также оформляет размен. Минус Даниэль. Довольно таки агрессивная игра команды Strong Wild. В принципе размен достойный. Но Варян еще пытается поймать Даззла. Но 20% здоровья у него остается под позициями длины. Откид Хе под двойку. Но здесь Даззл очень рискует. И в принципе его также могут отправить в таверну. Да и Даззл пока хилится живет. Но и более того он проходит под БТР. И сейчас будет выход под Аплент. Кайл уже начинает нашивать. Но у Кайла у самого могут возникнуть. Сейчас проблема. Сразу три игрока на него выходят. Но здесь вовремя приходит Варян Саплента. Начинает нашивать. Потерял он каску. Но Зишка тем не менее его добивает. Пуш стреляется с Кайлом. Кайл оказывается сильнее. Но где остальные? А где остальные-то игроки Strong Wild? Ребята ну вот подоспели. Подоспели с горем пополам. Ну что? 7-3. 7-3. И с этим счетом можно работать. Тем более за оборону. И надеемся что сейчас со Strong Wild увидим этот самый камбэк. Но в предыдущем раунде для своей команды выложился очень хорошо Кайл. Трипл килл в его исполнении. Кто обещает то что он так будет делать в каждом раунде? Гарантий нету никаких. Такие ошибки могут не простить бойцы команды Art of Helicopter. Но здесь опять пельмешка. Здесь опять пельмешка. Была очень долгая перетяжка от Игоря в предыдущем раунде. Но тем не менее успел вовремя. Дазл в этот раз падает первым. Нашивка прошла уже по Кайлу. Джилл СК и заход ЦК. На самом деле если вот таким темпом дальше все будет продолжаться. Да вот Фридос очень классный минус сейчас сделал. Если таким же темпом все будет продолжаться. Я думаю вертолеты возьмут кемпу в виде Фридоса. Кстати Дазл тоже и Лапа. Вот в команде Art of Helicopter сразу три очень жестких авапера. Это Дазл. Это Лапа и это Фридос. Но я думаю первый кемп это конечно будет Фридос так или иначе. Если все таки возьмут то именно для Виталия. Но пока что смотрим. Лапа на подступах к семерке уже заходит на Икс. И Варян здесь перестреливается с Фридосом. Фридос оказывается просто не преклонен к своему сопернику. Ну и сейчас. Ого. А тут со спины приходит Дэниэль. Но это заход на вин. Но здесь Джилл СК на сейве. Просто на ура стоит. Даблкилл в его исполнении. И Пуш остается один в три. У Пуша огромные проблемы. 49% здоровья. В руках АУК. Попытается зайти сейчас как-то под позиции Бевина. Но там Джилл СК и Кайл на сейве. В принципе есть уже информация по Пушу. И его здесь будут разводить с двух сторон. Но сейчас на широкую также притягивается Кайл. Пятится назад. Интересно. А там Даниэля оставили под ЦК сейвить. Ну что ж. От Даниэля есть минус. И как результат это уже четвертый раунд в активе команды Стронгвелл. Ну, главное дальше. Но пока смотри. Нет у нас кемпы. Пока без кемпы обходятся вертолеты. Ну и акцент под АПЛЕН. Сейчас у нас Дишку пропускает уже под БТР. Там Даниэль и Варян будут встречать Кайл. Забирает также Фридоса на Стронгвелл. Распевает сместиться еще так же и на двойку. Но и здесь на самом деле на длине могут быть... Ой-ой-ой, какие проблемы. Хаешка падает хорошая под ноги Пушу и Лапи. Но все-таки они ее минуют. Ну 5 в 4. Но тяжеловато будет. А 5 в 3 даже уже. Вот это да. Ну, молодцы. Молодцы, Стронгвелл. Но здесь Фрид вылетает на двойку. Эх, сорвался урожай. Мог 2х косить. Но Варян и Даниэль моментальные размены. И Пуш опять в соло. Есть от него первый минус. Доблкилл. И сейчас может забрать еще Варяна. Варианта 43% здоровья. Пятится. 28 хп у Пуша. Спалил то, что уже его закрывают с длины. Но там Джелл Эскейп подоспел на помощь. Но Варян, в принципе, справился сам. И, слушай, на смене сторон это уже 3-0. И вообще ничего в атаке пока что не могут сделать бойцы команды Артов Хеликоптер. Но вот следующий раунд точно должна быть кимпа. Фридосик пока что с аукой целит центральное кафе. Но вот, кстати, да. Вертолетов с атакой тоже очень большая проблема. Не понимают они, как им нужно играть, в каком ключе. Вроде есть наметки, да. То есть и какие-то заготовки. Но пока что это не особо им помогает. Но вот Фридос пока что отталкивается от своего персонального скилла. Забирает первого. Но здесь Варян отвечает также разменам. И заход под семерку. Мы видим с вами. Джелл Эскейп соло будет принимать эту позицию. Ну, четыре игрока. Сейчас под гранаты, под прокиды будут заходить. Ну, и здесь, возможно, кстати, даже и разведут еще вертолет своих соперников. Но посмотрим. Но если, в принципе, у них это получится. У них пока что получается. От лапы, от Китхае, под Джелл Эскейп. Есть минус. И на широкой остается у нас Пельмешка. Давайте за ним посмотрим. Пельмень уже рашит позиции Плэнта. Но проспал лапу. Лапа есть минус. Да, Зол, Миносу и Даниэля. И Варян остается один. 11% здоровья у этого парня. Ну, и лапа ликвидирует его с этого раунда. Есть восьмой раунд в активе команды Артов Хеликоптер. Счет становится 8-5. Ну, и два шага до победы. Так, ну, опять же, эти два шага еще надо сделать. Стронгвайлда вполне себе могут здесь дать полный камбэк на этой карте. И, в принципе, еще мои допы здесь можем увидеть. Но посмотрим. Пока что все довольно спокойно в этом раунде. Ребята просто халдятся. Пытаются сделать какой-то фраг. Ну, и вот Фридос вновь делает entry kill по Кайлу. Ну, Фрид, конечно, отыграет великолепно под этой позицией. Возможно, как-то Стронгвайлдом нужно ее и выйдить. Возможно, просто откидывать смоки и принимать подальней. Ну, пока что все вот так. А Даниэль, смотри, с длины идет. Так, Даниэль, вот не успеваешь переключиться порой. Но трипл килл в его исполнении. Молодец. Молодец, еще 30 хп осталось. Ну, и здесь троих уже уволили. Зишка и Даззл остаются вдвоем. GLSK есть минус. Но там, смотри, GLSK и Даниэль были рдовыми. Если бы здесь Даззл как-то попытался немного посейвиться, где-то принять своих соперников на агрессии, тогда, может быть, у него и получилось бы вывести ситуацию один в один. Ну, а так, это еще один раунд от команды Strongwell, ты уже 8-6. И смотри, теперь GLSK встает в центральное кафе. Поменяли там Кайла. Не справляется Кайл с этой перестрелкой с Фридосом. Но вот Кайл находит себя в другом месте. Вот поменяли игрока и, пожалуй, тебе профит. Уже 5 в 2. Да, там битые GLSK и Кайл. Но, тем не менее, проблема у Артума в колокомпторе просто колоссальная сейчас. Ну, и выход на семерку от Фридоса. И здесь есть прострел через дверь. Зишко играет еще Дэниэля. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Но это уже зря. Так играть против вертолетов нельзя на Кураже. Но Зишко, в принципе, сбрасывает информацию, то, что уже идут Аркадий к позиции Т-спауна. Но вариант стягивается по центральной кафе. GLSK ведет перестрелку под позициями Б-сайта. И увольняет здесь двоих своих соперников. Ну, что ж, это уже седьмой раунд. 8-7. Загорается счет на табло. И здесь огромные ошибки допускают бойцы команды Артов Хеликоптер. Так нельзя позволять разгуливаться, можно сказать, команде Стронг Вайлд. Иначе они инициативу в матче не отдадут. Да, но опять же, всего лишь один раунд составляет преимущество команды Артов Хеликоптер перед самими соперниками. Но здесь всегда, в принципе, в конце встречи вертолеты собираются, где-то находят в себе силы забирать эти важные раунды. Но пока, пока, в принципе, выглядит все довольно красочно для команды Стронг Вайлд. И за что зацепиться вертолетом я пока не вижу. Сидят халдят, пытаются от Фрида отыграть, точнее от его минуса. Но Фрид на ЦК себя, опять же, очень яро показывает. Поэтому здесь Фрид и сам может получить неплохо. Да, и получает от JLSK люлей, поэтому здесь уже 5 в 4. И Дазл с компанией что-то должны уже придумывать. Да, есть заход на семерку. Там пельмешка стоит, Винке еще притягивается и Кайл. Это проблемы. Но здесь, смотри, по пельменю-то до посреднего времени не было информации. Но JLSK и Вариан остаются у нас вдвоем под позициями Б-сайта. JLSK, ну зачем? Зачем эта агрессия? Вариан обходит Зишку, есть от него минус. Но Лапа моментально карает его за своего тиммейта. И Лапа уже ретируется под позиции КТ-спавна. У Даниэля вообще нет никакой информации, какие тайминги. Какие тайминги ловит Лапа. И у Даниэля 30 хп. А у Лапы сотка. Да, у Даниэля есть еще дуалы в руках там и так далее и тому подобное. Это все прекрасно. Но Лапа довольно неплохой стрелок. Так что эти дуалы, нужно еще с ними подойти вблизь, чтобы они хорошо помогли. А тем временем фугас уже установлен. И Лапа, скорее всего, будет играть сейчас на дистанцию. Уходит под лонг. Ну, посмотрим. Ну, все-таки это раунд должен забирать Лапа. Отталкиваясь от своего опыта. Да и, в принципе, количество их хп у Даниэля не те самые, с которыми можно прям в открытую перестрелку идти. Но Даниэля садится на дефьюз. А Лапа здесь... А ты помнишь вчера момент какой-то? Да, 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 я помню. Но слабый такой не проходит. Да, слабый такой не прошло. И это 9-7. Это 9-7. И два мапоинта сейчас у вертолетов. Ну и, как правило, они отдают восьмой. А потом забирают уже карты. 10-8 у них обычно на метауне. Ну, посмотрим, сыграются ли так же в этот раз. Ну, сейчас, в принципе, парни пока что играют очень аккуратно под позициями ЦК. Но там Фрид опять просто нарожен, лезет. Его вообще никто остановить не может по ходу дела из команды. Он постоянно аркадит эту позицию. Но сейчас может за это дело получить по шапке. Но там Кайл, в принципе, на сейве. 54% здоровья. И от Дасла есть опенфраг на пельмешку. GLSK моментальный размен. Ну, что ж, посмотрим, как будут отыгрывать далее. Да, здесь Фрид опять себя очень агрессивно ведет на центральном кафе. И забирает Варьяна. Это уже 4-3 проходит. Нет, не проходит ЦК. Но здесь сагрил на себя сразу двух игроков GLSK. Какая жесткая пачка. И Пуш вместе с Зишкой и Лапой попробует забрать этот раунд. Но что-то мне кажется, что Стронг Вайлда будут готовы принимать своих соперников сейчас на любой точке. Есть Дэниэль под аплантом. Кайл на задах GLSK в самом планту. Ну, Лапа с Пушом пока под семеркой. И, видимо, под прокиды будут сейчас заходить. Да, ХАЕшка полетела. И GLSK нужно быть бдительным. Но там у GLSK 24% здоровья. Это не самое лучшее колово ХП, чтобы стреляться. И здесь Зишка через Ширму, в принципе, его увольняет. Вдвоем пойдут через МИД. У нас сейчас бойцы команды Стронг Вайлд. Зишка есть первый минус. И Зишка еще один фраг оформляет в свой актив. И все-таки это десятка. Десятка на счетчике команды Артов Хеликоптер. 10-7. И первая карта окончена. Так, на Твиче. Sorry, but I no name. Напиши сейчас в чатике что-нибудь на Твиче. Я тебе выдам твой подарочный код. А ВКонтакте 10-7 на вертолетов ставил у нас Владимир Ишков. Вова, напиши мне ВК. Я тоже тебе вручу код. Ну и сейчас у нас вторая карта. Это деловая центр. Что думаешь по ней, Макс? Ну и здесь я думаю, что команда Артов Хеликоптер сейчас выжмет последний своего соперника. И они заберут ее.